Всем привет! 5 января текущего года мною было выпущено видео под названием «Лагина Гурмани. Есть выход», в котором я затронул тему введения в игру функции принудительного отключения видимости игровых персонажей в безопасных зонах. Данное предложение было положительно воспринято игровым комьюнити, и уже в первом крупном обновлении разработчиками проекта данная функция была реализована. Как я и говорил, реализация данной функции получила только положительные отзывы, и даже ярые хейтеры проекта и ненавистники его администрации согласились с тем фактом, что данная функция оказалась весьма нужной и правильным решением разработчиков. На мой взгляд, такие оперативные действия свидетельствуют о том, что разработчики всё-таки прислушиваются к игровому комьюнити и стараются реализовывать вносимые предложения при том условии, что эти предложения являются адекватными и выполнимыми. В этом же обновлении нам была представлена масштабно переработанная локация «Новая земля», свои мысли о которой я и постараюсь кратко озвучить в этом видео. При выходе данной локации для меня, как, наверное, и для многих игроков приписка «суровая и жестокая локация» ассоциировалась с тем, что на данной локации необходимо будет действительно выживать, и для повышения шансов выживания объединяться с другими игроками. Главным успехом выживания являлись бы запасы древесины для разведения костров, которые, например, на этой локации встречалось бы крайне редко. Только представьте себе такую картину. Находясь в ночное время суток, один вдали от ближайших укрытий, где-то на снежном плато, ты почти при смерти от сильнейшего мороза, и еле передвигая ногами замечаешь заветный ресурс, который тебя может спасти. Разведя костёр, издали этот далёкий огонь надежды замечают другие заблудшие сталкеры и начинают стягиваться к тебе. Теперь ты для них являешься настоящим спасителем, но яркое пламя и его тепло привлекает не только людей, а также суровых и крайне опасных мутантов, которые выползают прямо из-под снега недалеко от костра. Ты и твои друзья по несчастью это хорошо понимают, и теперь пока вы окончательно не согрелись и не погасили пламя, для того, чтобы продолжить жить, вам необходимо совместно дать отпор на двигающейся угрозе. Вот в такой момент у игрока и появляется выбор – использовать костёр, рискуя привлечь к себе нежелательных монстров или же передвигаться в более спокойной обстановке, но используя при этом такой ценный и дорогой ресурс, как рябиновка. И в этой идее есть абсолютный баланс затрат. Либо ты тратишься на рябиновку, либо тратишься на патроны и ресурс своего оружия, и рискуешь быть съеденным мутантами, потерять хабар и начать свой маршрут заново с точки возрождения. Продолжая историю друзей по несчастью, команда должна стать ещё более сплочённой, ибо по отдельности запасов древесины, чтобы дойти до укрытия, у каждого сталкера не хватит. А если вы будете разводить по одному костру поочерёдно и греться у него вместе, то у вас есть все шансы на спасение. Вот это я и называю суровыми условиями выживания и настоящей атмосферой. Я более чем уверен, что разработчики проекта шли в правильном направлении, и идея создания локации с такими условиями была очень даже хорошей. Однако на данный момент существующая механика выживания тут же похоронила всю эту идею, и например у меня отбило всякий интерес посещать данную локацию. У меня предостаточно ресурсов, чтобы продолжительное время пользоваться этими пресловутыми уколами, но внутренне у меня как наверное у многих игроков всё сопротивляется, ибо я не хочу заниматься таким псевдовыживанием. Ватная телогрейка, ватные штаны и шапка, полевая форма, термобельё, валенки и перчатки пилота. Для чего мне нужны все эти вещи, если по сути никакой роли в моём выживании они не играют? Как бы я не оделся, без той же рябиновки мне всё равно не выжить. Для чего на этой локации точки с местами, где можно развести костёр, если без этой рябиновки я до них всё равно не дойду? А когда дойду, зачем они мне нужны тем более, если я буду находиться под действием этого зелья? Что мы за беспомощные и глупые сталкеры такие? Если имея ящики бутылок со спиртом, галоны ацетона и вагоны тряпок, вместо того, чтобы сварганить из этого пламя, которое хрен потушишь, просто умираем от недостатка огня или колемся зельем. Да один коктейль молотого только как должен согревать. Пусть так, что невозможно развести костёр на гористой местности, но в чём проблема развести его на ровной поверхности при том факте, что в реальности при наличии горючих веществ костёр можно развести и на водной глади. Теперь я немного отклонюсь от основной темы данного видео и затрону по моему мнению другую не менее важную. Скажу сразу, что в ней я могу ошибаться и сказать что-то не совсем правильное и невозможное к реализации, так как это может повлиять на экономику в игре в худшую сторону. Я более чем уверен, что основная масса донатящих игроков – это взрослые работающие люди. Думаю, всё логично, работаешь, имеешь деньги и донатишь. Являешься школьником, и если донатишь, то немного, так как в основном у тебя это деньги с сэкономленных школьных обедов. В данном проекте разработчики предоставляют игрокам выбор. Ты всегда можешь купить игровую вещь быстро, задонатив энную сумму, или же можешь по-простому задротить. Из этого у меня рождается вполне резонный вопрос. Почему основной источник дохода для проекта должен иметь минимум, а задротящий школьник, имеющий овер дохрена времени, который не является доходным клиентом проекта – овер дохрена игровых вещей и денег. На мой взгляд, момент с продажей вещей у торговцев отрегулирован не совсем справедливо. Разумеется, бездельник, который может позволить себе сутками дежурить у торговцев, да и при этом сразу несколькими твинами скупает все вещи, а работяга, у которого значительно меньше времени на игру, остаётся ни с чем. Я считаю, пусть для покупки какой-либо редкой вещи нужно будет хоть в два, хоть в четыре раза больше репутации и, соответственно, больше времени на добычу тех же артефактов на новой земле для её повышения, но чтобы эта вещь была в наличии для каждого, кто набрал эту репутацию. При таком раскладе игрок, который весь день на работе, может поставить хотя бы себе цель – не забивать на игру и знать, что рано или поздно он сможет набрать эту репутацию и заиметь желанный предмет. Я, например, понимаю, что сейчас сколько репутации я не наберу, всё равно купить нужную мне вещь у торговца не смогу, ибо у меня не настолько съехавшая крыша, чтобы каждый день сидеть и по 20 часов смотреть на инвентарь торговца, постоянно выходя и входя в него. А пока что мы имеем в основе только школьников-задротов, которые продают за овердохрена денег редкие предметы таким же школьникам-задротам, которые также имеют овердохрена валюты, потому что у них есть овердохрена времени на её добычу и вся эта экономика упирается в этот момент. И мы имеем овердохрена большие рыночные цены. Уходя недалеко от темы доната, считаю нужным высказать свои мысли по поводу стоимости вещей в игровом магазине. В таких развитых странах, например, как в Соединённых Штатах Америки, уже давно существует такая система розничной торговли, которая очень хорошо себя зарекомендовала и является наиболее прибыльной для продавцов. Например, в магазине одежды вы не сможете купить рубашку за 30 долларов. Однако вы можете купить две рубашки, на ваш выбор, за 50. Смекаете, о чём я говорю? Казалось бы, продажа вещей дешевле должна снизить прибыль торговой сети. Однако, такая система с более низкой ценой товара и продажи его в два раза больше, увеличивает скорость продажи товара и приносит намного больше прибыли, нежели если бы продавец продавал по одной рубашке по цене в 30 долларов. Из всего этого мне непонятно, как формируется цена на товары в игровом магазине. Зачем продавать определённую вещь по цене в 1000 рублей, сокращая тем самым круг потенциальных покупателей? Ведь у всех разные финансовые возможности, когда можно продавать ту же самую вещь по цене в 500 рублей и тем самым расширить круг покупателей, увеличив свой доход на 50, а то и на 100%. Пока что у меня по этому вопросу есть три предположения. Первое, это наш менталитет и очень хреновый консультант, который думает, что задрав цену на товар, он получит больше прибыли. Второе, администрация проекта не заинтересована в большом и быстром наводнении игры вещами и прибыль тут имеет второстепенное значение. Продажа товара по имеющейся цене рассчитана на людей с высоким достатком, которые не хотят особо вникать в игру и могут себе позволить такие траты. И третье, на мой взгляд, самое вероятное, это сокращение золотых запасов у игроков. Например, тратить 5000 рублей реальных денег на костюм Горка 4 довольно-таки жалко, а вот потратить 5000 золотых рублей, которые у тебя всё равно бестолку лежат на счёте, приемлемо. В заключении данного видео хочу заметить, что в этом материале нет упрёков ни в сторону администрации проекта, ни в сторону школьников-задротов. В своё время мы тоже были такими же школьниками и откладывали деньги со школьных обедов, правда, на другие вещи, а именно на покупку петард и картриджей для игровых приставок. Конечно, в некоторых моментах я могу ошибаться, но я всё-таки решил озвучить вам свои мысли по поводу имеющейся ситуации. Лучше сделать хоть как-то, чем не сделать вообще и потом об этом жалеть. Это видео не является инструкцией, но я всё же добавлю, один в поле не воин. И вы знаете, что делать. До скорых встреч, мои маленькие любители игры Stalker Online.